всем привет меня зовут мимо марина и я очень давно не снимала влогов на своем youtube канале я вообще наверное забыла что это такое но сегодня такое хорошее настроение у меня и такой чудесный день и пол в этой комнате наконец-то высох здесь теперь можно вообще находиться я решила снять видео потому что вчера я решила поменять образ своему единственному мальчику формата sd теперь у него новая голова голова моего авторства и этот мол называется микола если вы вдруг не знаете то у меня в стоке осталось уже наверное одна голова потому что сегодня юпитер забронировали все головы называются названиями планет потому что у них у всех разный скинтон и это так сказать пробанная наша партия потому что просто тупо не знали какой скинтон вообще кому-нибудь будет нужен и будет очень интересно посмотреть от их новых владельцев как это компарисом по-английски как это сравнение с телами может быть с другими головами и вообще посмотреть как бы прощупать вот эту вот почву чтобы на будущее знать какие-то на кожи у пжд кукол кожи вообще как бы в ходу более востребованная чтобы уже дальше двигаться в этом направлении покажу он супер милый посмотрите но сейчас как бы без волос потому что опять повторюсь я вчера решила ему изменить образ и он сейчас в шапке такой вот мальчик у него есть зубки головы идут с зубками с глазками не с такими космическими как бы там такой фиолетовый с золотом и с рожками у каждой головы вмонтированы там вот внутри три магнита и можно сделать прикреплять магнитить рожки сделать два рожка как бы будет это вот такой вот фаван какой-то либо один рожок сделать и это будет уже единорожка все рога с блестками из прозрачного пластика для то очень красивые если вам интересно то ссылочка на мой сайт будет внизу в описании под этим видео и вы можете зайти посмотреть фотографии вообще посмотреть ознакомиться вот с этой головушкой замечательной для меня вообще новость что он просто вот так вот стоит вот кинул в угол и он встал и все замечательно вот головы я упаковываю вот в такие коробочки тоже моего авторства ну как бы я естественно из пластика эту коробку не вырезала но вот этот вот арт я рисовала сама у меня есть аккаунт мой второй где я выкладываю только свои рисунки либо дизайн упаковок и там есть видео как я рисовала это рисовала в procreate на самом деле еще темный лес для меня для меня вообще рисунок это темный лес очень хочу научиться рисовать акварелью очень люблю такой минимализм но у меня всегда получается что я прям на максималках все это рисую там перебарщи в общем вот в procreate есть такая кнопочка назад и все замечательно стирается поэтому в procreate мне удалось как бы осуществить мою вот эту задумочку такая коробка достаточно большая кстати инструкция небольшая вот тут голова и в общем весь набор тут у нас венера лежит также видео на тему упаковки как вот я упаковываю есть видео в два этапа как я упаковываю вот эту голову и на самом деле это адский труд если вам интересно если вас вдохновляют такие видео допустим меня вдохновляют видео процессов то есть как лепят как упаковывают видео распаковки обожаю все очень люблю дизайн предметный дизайн упаковки вот и о чем это я если вам вас также вдохновляют такие видосы то на моем основном и какой youtube господи в моем основном инстаграм аккаунте у меня есть видео подробные как я делаю упаковку вообще я в последнее время видосы выкладывают только в инстаграме потому что здесь у меня как-то активность упала и немного я не видела смысла ну а влоги мне кажется есть смысл выкладывать только здесь на ютубчике вот а тут у меня кстати лежат видите штука сглазила сейчас начнет падать эта вещь вообще шикарная я не так давно они узнала это такие воздушные чипсы это наполнитель для почтовых отправлений есть вот такие штуки есть вот такие чипсы если такие зелененькие какие-то штуки это пенопласт он очень легкий набивает посылки то есть вот тут у меня еще стопка почтовых коробок это для того чтобы упаковывать головы и уже эти коробочки отправлять по почте берете коробку складываете ее кладете туда красивую упаковочку от куколки и чтобы заполнить основного основное пространство насыпаете туда наполнитель и больше не надо никаких сложенных пупырок и всякой газеты вот этой дурацкой вообще люди товарищи кукольники если кто-то смотрит никогда не упаковывайте своих кукол в газеты это стрёмно запомните это никаких газет никаких бумаг это ужасно это просто ужасно у меня был один такой случай мой муж заказал фигурки он коллекционирует фигурки и заказала на фигурку у одного чувака не знаю кто он просто перепродавал ее или сам сделал я не помню и эта фигурка она пришла в коробочке и коробочка была набита знаете вот как будто парень сидел на кресле на этом мягком и из-под себя повыдергивал вот этот поролон из этого кресла так вот его нормал пыльный и бросил в эту коробку каких-то обрезков газеты это было отвратительно это просто было отвратительно это испортил по крайней мере у меня всю все впечатление вообще об этой фигурке фигурка кстати очень классная была слеплена вообще супер так но это я немножко отошла темы и сейчас я вам хочу показать вообще вообще видео моё о тканях о тканях о моих швейных делах да кофеек вот начну я со своего боже мой тут сейчас коллапс случился немножко обзора на комнату да начну я с миколки господи начну я с мони это мои кукел формат 1 к 4 литл моника мейк я делала ему сама очень давно и очень странно что этот макияж мне очень устраивает на самом деле у меня всегда была проблема с бровями никогда я не могла нарисовать брови чтобы они были вот прям одинаковые у каждой куклы вот в одном стиле у меня каждая кукла со своим каким-то стилем рисовки и вот этот свитер я ему сшила наверное это последнее что я сшила кому-то не так давно кстати такой вот типа оверсайз с длинными рукавчиками такой няш-мяш свитерок очень прикольный и голубенькие тут у него шортики и такие вот бежевые кедики и ушки зайчика вот ну а замахнулась я конечно на вильяма так сказать шекспира вот никого формат sd 65 сантиметров высотой кукла и не так давно я закончила ему вот этот вот не я моя мама она общий гений она дошила мне пальто которое я не могла дышать почти два года два года она у меня висела его можно видеть на разных фотографиях у меня в инстаграме она все зависит на заднем фоне маячит до висела на вешенке и вот его наконец-то дошили такое пальто из плащевки это тут кармашки обманщики тут настоящие кармашки с клепочками я естественно ему фурнитуру еще не до конца все дошила и тут такие вот интересные рукава они идут не до запястья до запястья идут такие вот манжеты манжеты тряпочные это называется резинка манжетная резинка и они такие длинные тоже в сборочку очень прикольно тут есть капюшон он достаточно неплохо одевается на голову по размеру очень хорошо подходит но сейчас он в шапке поэтому натянуть ее сложновато его капюшон также он на подкладе здесь подклад сзади вот такая вот тесеночка вот такой вот хвостик я знаю это называется дизайн райт нау просто очень быстрый и спереди застегивается на молнию молния разъемно так вот политишка очень крутое я вообще в восторге очень рада что наконец-то это пальто закончено и вот такой вот супер модный парень теперь живет у меня дальше что касается его волос у меня есть вот это вот самая первая голова микколы вот тут кстати оранжевый шильтик и я буду использовать его как манекен для парика тут надо будет еще срезать видите не срезаны литники вообще никак он никак не отшлифован она была очень липкая потому что первые отливки они очень сильно жирнятся это видимо была нарушена технология и она такая вот ну частенько видимо нарушается технологии частенько первые отливки получаются липкие но это все поправимо ацетон немножко дней посохнуть и все в порядке этот у меня кореглазый мальчик и я уже вчера вечером наделала трес их надо будет еще вычесывать козья шерсть вычесывать потому что тут остался мелкий мусор я их еще немножко помою вчера вечером не увидела этот мелкий мусор к сожалению и буду делать ему длинные волосы потому что будет он у меня эльфом это первый мой опыт длинных больших париков длинноволосных посмотрим что получится очень интересно обо всем буду публиковать обо всем буду рассказывать в своей группе вконтакте ссылочка опять же внизу все ссылочки на мои соцсети они будут внизу под этим видео и я еще приготовила ткань вот это вот на кофту такая вот трикотаж лапшичка трикотаж лапшичка заказывала несколько цветов стал бау был у меня опыт тканюшку заказывала было еще такой синий белый и вот красный это будет кофта и будут такие вот в клеточку шорты до колена до колена и будут будет у него еще белая рубашка белая ткань я еще поищу и бабочка такая в общем будет у меня типа такой эльфик школьник не знаю а и беретики вообще сделала такое же мне кажется будет очень круто знаете вот новая кукла новое вдохновение хочется творить шить и но я не буду снимать видео о том как я буду это шить потому что иначе это убьет весь мой запал так сказать и мне будет скучно и неинтересно специально я не буду шить иногда у меня есть вдохновение сделать видосы как я шью тогда все нормально а вот сейчас у меня нет вдохновения вот но опять же все буду показывать рассказывать есть у меня хэштег шьем это вместе там уже и куртка была и и нижнее белье для один к шести кукол в общем обо всем все опубликую также мама мне помогла шить вот такую вот куртку это куртка на 1 и 6 формат такая вот желтенькая подклад синий капюшончик с сеточкой под кладом тут еще будут ремешки я еще не всю фурнитуру сделала и здесь есть молния молния в общем микромолния разъемная и этот возможно я ему еще сделаю какую-нибудь красоту на спину кстати еще вот кармашки настоящие и эта курточка скорее всего пойдет в какой-нибудь фулсет я иногда делаю фулсетных кукол то есть кукла с мейком с париком в полном образе и у меня давно была еще идея сделать такой вот весенний вариант или зимний вариант многослойный и вот эта курточка пойдет туда у меня кстати есть манекен мой вечный это тело оскара второй волны и сейчас мы померяем тадам замечательно выходит вот такая вот курточка будет я кстати сейчас тело меняю опять переделываю я не могу мне надо по рукам бить отстанет них отстанет перестанет переделывать такая вот курточка что еще у меня в долгоструях вот такая вот шифоновая блузка но она уже пойдет я хотела сделать ее для оскара но как-то у меня оскар все равно он более он же мальчик и мне моя нога моя нога да я хожу босиком по дому и все таки я решила эту кофточку блузку отдать ягоде когда она будет готова ее первый образ будет вот с этой блузой и с высокими такими вот трусами шортами не знаю как сама блузка она будет немножко выпускаться из этих шортиков с припуском будет очень красиво у меня уже есть фотографии я на нее примеряла ей очень идет вот самоблузочка с такими-то мишками прикольная тканюшка шифон очень легкий очень сложно сшить и не знаю видно нет тут с припуском ну не с припусками а с бахромкой такой вот и манжеты тоже дальше был у меня один фуллсетный мальчик оскар в виде мишки он был вот с такой же шапочкой я поставлю фото здесь чтобы вы понимали и он был в таком же свитере у меня кстати есть видео на в инстаграм аккаунте вот от и до как я шила вот этот вот свитер на самом деле очень легко и тут вот у меня недошитый такой еще один вариант это вот манжетная резинка полосочка и коричневый цвет однотонный очень симпатично смотрится буду его дошивать также также у меня здесь есть джинсы джинсы даже с кармашком тоже не дошит решила их надо их дошить и хочу сделать знаете с завышенной талии с ремнем и какую-нибудь может быть свободную футболку на выпуск сейчас очень модно стильно молодежно вот такой стиль тут видно кармашки и сзади кармашки настоящая красота это стрейч поэтому их можно делать зауженными тем более что сейчас для для оскара можно делать зауженные штаны потому что у него съемные стопы это очень удобно съемные стопы на магнитах и съемные руки на магнитах если вы любите менять образы своим куклам то это вообще must have и еще у меня здесь а кстати вот от фуллсетного бетти первая шапочка она ему была очень мала потом я сшила побольше и побольше все равно была мала но она же так типа на макушке там держалась так что все тип-топ и последним последнее что я не дошила но надо бы это дошить это брюки такие вот брючки тут еще вот кармашки должны быть и сзади кармашки это тоже на оскара и фуллсетном мальчике оскар мишка который был был вот такой вот комплект ну вот видите на фотографии прикреплю и вот у меня еще вырезан небольшой купальничек у меня гордет обезьянка она уже готовится к формовке кто-то музычку включил она готовится к формовке и будет у меня небольшой выпуск тоже из семи куколок это маленькие обезьянки они такие полушарнирные у них нет шарниров в локтях и запястьях в коленках и в стопах это как вы знаете такая вот куколка возможно вот может быть и для дочки своей вот как бы вот ей просто не знаю как-то приобщить ее я вообще эту куклу делала для своей дочери потому что она родилась в год обезьяны и она прям полностью соответствует характеру этого животного такая же вся шабутая вот ну вот пожалуй и все я думаю для начала хватит так то у меня еще много чего что можно показать но это все потом всем спасибо что посмотрели задавайте свои вопросы в комментариях ставьте лайки ребят это очень важно ставить лайки если не нравится ставьте дизлайки но что-нибудь поставьте поставьте как-нибудь вообще отреагируйте всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока пока